Иногда в жизни происходят события, когда кажется, что мир рухнул и выхода нет. Испытания с страшными болезнями иногда выпадают и на долю детей. Как найти в себе силы, чтобы бороться? Как поверить в чудо? Талантливый автор и исполнитель Антон Азаров написал песню «Нас миллионы», которая стала настоящим гимном для всех, кто верит в чудеса и кому нужна поддержка миллионов людей. Идея клипа очень, так сказать, каждому близка, я думаю. За, так сказать, такой, наверное, основной фигуру мы взяли всем известного ангела-хранителя, который около нас находится, и решили немножко с ним повзаимодействовать путем метафоры. Применили такой прием литературный, что приобретение болезни – это потеря ангела. То есть на время он ее покинул, и, соответственно, она приобрела свою болезнь, с которой она сейчас сражается. И в конце клипа мы опять же этой метафорой завершаем его, что она находится в ангеле, тем самым исцеляется. Главная героиня проекта – 9-летняя Даша Львова. Борется с серьезной болезнью – медулярный рак щитовидной железы. Она стала символом веры в победу и обретения поддержки своего ангела-хранителя. Даша очень творческий ребенок. Она играет на фортепиано, любит петь и выступать на сцене. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что делаете такой крутой проект. И это… Вы просто не представляете, какая это поддержка для меня. Я очень рада, что у меня есть такая огромная музыкальная семья. Артисты объединились в международный благотворительный проект «Нас миллионы», чтобы снять клип для поддержки Даши. Но помимо морально необходима и финансовая поддержка, сейчас проводится сбор средств на дорогостоящее лечение и операцию. Организаторы надеются, когда люди узнают историю маленькой девочки, они обязательно откликнутся и придут на помощь. Мы творческие артисты, творческие люди города Владивостока и других стран. Забайкальск, Алтайский край, Москва, Санкт-Петербург. Мои детки дистанционные, которые также находятся в ремиссии. Это Демочка, Софи из Украины, из Днепра, Киева. Вот мы таким большим коллективом, можно сказать, международным посвящаем этот проект как Дашеньке, так и всем деткам, которые нуждаются в помощи. Я считаю, что о благотворительности и о таких проектах действительно нужно говорить и делать их как можно больше, масштабнее. Дашина история показывает всем, что нужно жить несмотря ни на что, жить законом жизни на зло. Именно с этих строк начинается песня. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.